Дорогие друзья, когда я общаюсь с активными христианами в церквах и со служителями церквей, то с удивлением обнаруживаю, что в основном говорят о служении, как эффективно служить, как мощно проповедовать Евангелие, возникает чувство, словно у всех у нас есть в кармане познание Бога. Ну, это не стоящая вещь, не стоящая даже, чтобы об этом говорить. Все мы знаем Господа. Главная задача, как можно более плодоносно проповедовать об этом Боге. Вот почему есть немало больших церквей, эффективных служений, и при этом мы регулярно слышим о падениях и о скандалах, связанных с известными проповедниками и с известными служителями. Почему? Да потому что можно построить большое служение, можно создать большую церковь, но при этом жить далекой жизнью от Бога. Скажешь, а почему церковь большая? Ну, благодаря нашим дарам, нашей харизме. При этом мы точно такие же, как директора или менеджеры успешных предприятий. Познание Бога не прикладывается к нашему служению. Иисус говорил, что мы должны прежде всего искать Царство Божие. Это не то, что у нас в кармане, и об этом даже не стоит говорить. Это самое главное, это основное. Иначе мы просто деятели различных религиозных организаций, во что, к сожалению, вылилось немало христианских служений. Поэтому мы проводим уже не первый год в нашей церкви библейские курсы, куда приезжают желающие не только из Екатеринбурга, но и из других городов. Мы в течение девяти месяцев, с сентября по май, и изучаем Священное Писание, и сами стремимся пережить Господа, переживать Его каждый день. У нас есть и загородные выезды многодневные, где мы практикуем молитву созерцания, или вот эту древнюю христианскую молитву, как называли ее, молитву тишины. И каждый день мы стремимся познавать Его. То есть не только наполняться учениями, наполнять нашу голову знанием, но развивать нашу духовную практику, что, к сожалению, было во многом в наших церквах утеряно. Наши конференции, наши семинары — это просто передача знаний. А где духовная практика? Где духовные упражнения? Где личный духовный опыт? Ведь это самое главное. И Иисус говорил, что все остальное к этому должно прилагаться. Мы не можем дать другим, чего у нас нету самих. Мы не можем людей знакомить с Иисусом Христом, если мы сами Его не знаем. Все, что мы можем, это просто увеличить численность наших религиозных организаций. Только зная Бога, ты можешь делиться этим знанием с другими людьми. Иисус говорил, что «Сия есть жизнь вечная, да знаю тебя единого истинного Бога». Вот в этом жизнь, не в работе, даже в самой прекрасной, благотворительной, церковной работе, какие-то репцентры, социальная деятельность — это все хорошо, как следствие. Но должен быть центр. И этому центру мы должны уделять больше всего внимания. Это должно быть прежде всего. Поэтому я приглашаю вас, приезжайте к нам в Екатеринбург в сентябре, где мы проводим наши библейские курсы. Я верю, Бог благословит вас. Мы будем стремиться лично переживать Его, лично познавать Его. Будем знакомиться и со Словом Божьим, и с практикой христианских церквей, духовной практикой, многих великих отцов веры. Как они переживали Его, как они были посвящены вот этим духовным переживаниям. Потому что Бог реален, и общение с Ним — это очень реальная вещь. Приезжайте, будем познавать Его. Сегодня у нас будет последняя проповедь из цикла «Жизнь Иакова». «Жизнь Иакова». И эта четвертая, последняя, финальная часть называется «Борьба с Богом». И начнем мы не с книги «Бытия», как обычно. Давайте откроем первое послание Коринфянам, восьмую голову. Мы на протяжении всех последних собраний рассматривали жизнь этого патриарха Иакова, человека, который был избран Богом, человека, у которого было великое от Бога призвание, человека, которому Бог говорил слова благословения, о том, что он размножит его, благословит его. Но при этом Иаков всю свою жизнь пытался достичь Божьих целей своими земными силами, обманом, каким-то подлогом, коварством. И даже само его имя — обманщик, Иаков. И вы знаете, вот это такая картина, к сожалению, многих и христиан, и служителей, и проповедников. С одной стороны, мы чувствуем Божье призвание, но с другой стороны, мы часто пытаемся Богу помочь. И когда мы пытаемся Богу помогать, чтобы вот то, что Бог обещал, исполнилось, мы Ему в этом хотим помочь, то мы все дальше и дальше от Божьих целей. Дальше и дальше. И Иаков, благословленный Богом, у которого столько было прекрасных откровений от Бога, тем не менее, в конце концов, он оказался в ужасном состоянии, он обманывал, 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 и сам себя загнал в тупик. И то событие, о котором мы с вами будем говорить сегодня, оно в чем-то является кульминацией его жизни. И это событие... Не знаю, хорошо это или плохо, но, наверное, хорошо. Оно, если его читаешь, оно разрушает многие наши богословские системы и концепции. Потому что ты вот читаешь Библию, у тебя рождается какая-то картина о Боге, о человеке, о вере. Но вот есть некоторые истории, которые вот в эти наши системы не вписываются. И их нужно все время как-то особенно истолковать. Я вот опять, когда готовился к этому собранию, опять читал много разных всяких толкований, и старых, и древних, и современных. Потому что вот то, о чем мы сегодня будем говорить, оно не вписывается вот в наши часто представления, что мы думаем о Боге, о человеке. Ну никак это не вписывается. Как это понять? Вот и приходится всякое толковать, как же это понять? Потому что Библия – это не богословский учебник, где есть там раздел о Боге, о человеке, о спасении, о вере. Нет. Библия – это собрание разных историй, разных биографий. И когда ты читаешь ее, часто сталкиваешься с тем, что трудно понять. Кажется, что что-то противоречит, какие-то места из Библии противоречит другим местам из Библии. Я абсолютно убежден, что это не случайно. Если бы нам нужен был учебник, Бог дал бы нам учебник с разделами. Но Бог дал нам такую книгу, которая прежде всего состоит из биографии, потому что только в своей жизни мы можем понять, о чем же Бог говорит. И это проходит не через наше изучение, это часто проходит через жизнь, поиск Бога. И я не случайно хочу начать именно со слов апостола Павла, обращенных к Аримской церкви. Вот первое послание к Аримфинам, восьмая глава. В первой церкви тоже было много вопросов, вот как с этим поступать, как вот с этим поступать. А вот там были идоложертвенные. Вот сейчас-таки вроде бы нет проблемы с идоложертвенным. Тогда была большая проблема. Тогда были языческие капища, языческие храмы. Там была пища, которая была посвящена идолам. И встал вопрос, как же христианам к этой пище относиться. Можно ли ее есть? Нельзя ли ее есть? В общем, вопросов было, как всегда у верующих, куча разных вопросов. И вот апостол Павел пишет. Вроде бы отвечая на эти вопросы, но на самом деле он говорит о чем-то большем. Смотрите, о идоложертвенных явствах мы знаем. Там, может быть, у них был в церкви семинар в Каринфе, и там была как раз тема христианин и идоложертвенная. Есть, не есть. Изучили, все поняли, все усвоили, все по полочкам разложили. И он говорит, мы знаем. Ну, знаем. Потому что мы все имеем знания. Вот какую бы тему мы не взяли, у каждого какое-то есть знание. Причем эти знания могут быть даже в нашей церкви очень противоречивыми. Один думает так, другой иначе. Все убеждены, что он знает, и это очень правильно, как он знает. Потому что все мы имеем знания. И дальше Павел говорит. Но, смотрите. Знание надмивает. Сделает человека надменным. А любовь назидает. Здесь Павел имеет в виду не какое-то знание физики или химии, или, не дай бог, философии какой-нибудь там. Вот такое знание, вот оно идет надменным. Пришел к нам доктор математических наук каких-нибудь. Вот, брат, ты тут надменный. Павел здесь конкретно имеет в виду определенные знания христиан об отношении к идоложертвенным. То есть, помните, даже наши порой понятия, наши знания, как в Боге, например, воспитывать своих детей, как там строить жизнь свою, даже эти вещи могут быть очень коварными. Мы становимся гордыми людьми. Почему? Да потому что мы все знаем. Как в этом случае себя вести, как в этом случае себя вести, мы все знаем. И Павел говорит, но знание надмивает, а любовь назидает. Второй стих, смотрите. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от него. Вы знаете, знание от него – это не то же самое, чем просто знание о каких-то духовных вещах, о Боге, о духовном мире, о бесах, о дьяволе. Мы это можем все изучить и быть очень гордыми. У нас такое крутое христианское учение. Мы так много всего знаем. У нас такое правильное знание. Не то, что у тех верующих или в той церкви. Те еще на самом деле дети, а мы столько много знаем. Так вот, Павел говорит, что по большому счету люди, которые так сильно уверены, что они вот просто все-все знают, они на самом деле еще ничего не знают, как должно знать. Поэтому будь очень аккуратен, даже, я бы сказал, осторожен с теми христианами, и тем более пастырями и проповедниками, которые знают все. Будь с ними осторожен, потому что на самом деле они не знают ничего, как должно знать. Но, когда ты делаешь акцент не на знании, а на любви, что-то происходит в твоей жизни. К тебе приходит вроде бы то же знание, но это и то же, и не то же знание. Знание от него. И когда мы с вами сегодня будем разбирать вот эту историю, вы знаете, с одной стороны, можно как-то вот ее так вот понять, вот так вот понять, вот так вот, ну так, 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 все понял, вот так вот, ну объяснить себе все. Это одно. Просто как бы вот такое неудобное место вписать в систему своих взглядов. Но есть другое, когда ты можешь просто пережить это, и ты поймешь нечто большее. Это даже порой нельзя выразить словами или учениями. Но это словно знание, которое приходит в самое сердце. В самое сердце. И вот это именно такая история. История, которая разрушает все наши богословские системы. 32 глава книги «Бытие». Давайте начнем эту историю. Прямо с первого стиха будем читать. «А Яков пошел путем своим». Вот мы с вами в прошлое воскресенье говорили про Лавана, про его дядю, про то, как дважды Яков женился, как в конце концов он ушел из дома Лавана. И вот он пошел путем к себе в дом, обратно, и встретили его ангелы Божьи. И Яков, увидев их, сказал, «Это ополчение Божье». «И нарек имя месту тому Махана им». «И послал Яков пред собою вестника к брату своему Исааву в землю Сеир в область Едом». Мы с вами говорили, что Яков отсутствовал двадцать лет. Его двадцать лет не было дома. Он убежал из дома, обманув своего брата. Семь лет трудился за одну жену, семь лет другую за жену, шесть лет за скот трудился. В общем, двадцать лет его не было. И вот он решил вернуться домой. И смотрите, он думал, что все-таки двадцать лет прошло. Двадцать лет прошло. И они уже с братом, близнецом, были людьми немолодыми. Им было, ну, много уже лет. Скажем так, за восемьдесят лет им было. Яков вообще был такой парень, он рано не женился. За восемьдесят лет ему было. И он думает, ну, сколько лет прошло, сколько воды утекло, да? И вот послал пред собой вестников к брату Исааву в землю Сеир и приказал им, сказав, «Так, скажите господину моему Исааву, вот что говорит раб твой Яков, я жил у Лавана и прожил до ныне. Есть у меня валы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни. И я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими». То есть Яков надеялся, что за двадцать лет обиды-то уж будут забыты. Двадцать лет прошло, все уже, наверное, и брат его простил, и все будет хорошо. И вот шестой стих. «И возвратились вестники к Иакову и сказали, мы ходили к брату твоему Исааву, он идет навстречу тебе, и с ним четыреста человек». И Иаков понял, что никто не забыт, и ничто не забыто. И те проблемы, которые вроде бы уже, казалось бы, канули в лето, они не забыты проблемы. И так вот, дорогие, сегодня очень многие наши проблемы, они тянутся из прошлого. То, с чем мы сегодня сталкиваемся, эти сложности, часто корни их в нашем прошлом. И мы порой думаем, что время вылечит, а время не вылечивает. Много проблем. Проблемы, когда там часто в детстве недолюбленности и еще прочего. И вот эти, они тянутся сегодня. Думаешь, ну вроде время прошло, уже там 20 лет, 30 лет. Ну, ну, когда же это закончится? А это не кончается, не кончается. И ты словно с этой проблемой сталкиваешься снова и снова. Потому что время это не лечит. Здесь должно быть другое лекарство. Какое же? И вот как раз об этом история. И вот посмотрите. Тринадцатый стих. «И ночевал там Иаков в ту ночь и взял из того, что у него было, в подарок Исаву брату своему двести кос, двадцать козлов, двести овец, двадцать овнов, тридцать верблюдец дойных с жеребятами, их сорок коров, десять волов, двадцать ослиц, десять ослов. И дал в руки рабам своим каждое стадо особое, сказал рабам своим, «Пойдите пред мною и оставляйте расстояние от стада до стада». И скажите, «Вот и раб твой Иаков за нами, ибо он сказал сам в себе, умилостивлю его дарами, которые идут предо мной, и потом увижу лицо его, может быть, и примет меня». И пошли дары пред ним, а он в ту ночь ночевал встанем. И вот смотрите, Иаков решил выставить перед собой свои дары, а сам прячется за ними. Вот точно так же, когда мы сталкиваемся с проблемами в нашей жизни, мы пытаемся их порой преодолеть нашими талантами, нашими способностями, нашими дарами. Мы словно прячемся за нашими дарами, прячемся за нашими талантами. Но на самом деле тут ведь дело не в дарах было, здесь было дело в отношениях. И это не решается нашими способностями, нашими талантами. Мы очень часто прячемся, у нас очень много разных масок. Там такой успешный человек, или такой скептик, или шутник, или еще кто-то. И вот разные такие маски, разные облачения. Мы боимся показать себя настоящего и прячемся за этим, за успехом своим, за какими-то своими достижениями. Часто с людьми говоришь, они тебе говорят все время о внешних вещах, словно они вокруг себя такую стену делают. И боятся показать себя настоящего, но только оставшись без всех своих масок, без даров, без силы, без защиты. Вот только тогда и происходит самое главное в жизни. Вот та встреча, которая все и решает. И вот смотрите, 22 стих. «И стал в ту ночь, и взяв двух жен своих, и двух рабынь своих, и одиннадцать сынов своих, перешел через Иовок вброд, и взял их, перевел через поток, и перевел все, что было у него». И дальше смотрите, 24 стих. 24 стих. «И остался Иаков один, без всех». Есть такие моменты, где ничего не должно быть, даже самых близких людей. Не было его жен, не было детей, не было его даров, не было ничего. Не было его слуг, не было его рабов. Он остался один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Яков». И сказал, «Отныне имя будет тебе не Иаков, а Израиль, либо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил Иаков, говоря, «Скажи имя твое». И он сказал, «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. И нарек Иаков, «Имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое». Вот это место, которое реально выбивается, как это человек. Боролся с Богом, и не просто боролся с Богом, но еще Бог его никак не мог одолеть. Но все равно, что как бы, как капля может бороться с океаном, и океан никак не может победить эту каплю. Как такое может быть? Это никак не вписывается в нашу систему. Но в действительности, Новый Завет нам говорит, что истории Ветхого Завета это образы нашей с вами духовной жизни. И по существу, вот эта ночь, когда Яков боролся с Богом, это была картина всей его жизни. он боролся всю ночь. Я не знаю, я сам в молодости занимался борьбой, дзюдо, самбо, и я помню, когда выступаешь на соревнованиях, соревнования, они же не долго длятся. Ну, как соревнования долго длятся, но сама схватка длится не долго, несколько минут. То есть схватка длится несколько минут. И я помню, как вот за эти несколько минут у тебя, ты словно вот все силы отдаешь. Не только физические, но внутренние, психологические силы. И потом, когда вот заканчивается несколько минут вот этой схватки на соревнованиях, и ты идешь, и такое чувство, что ты пустой, у тебя нет силы, и ты просто хочешь упасть и лежать несколько минут. Тут была борьба всю ночь. Смотрите, этот человек был верующий, этот человек был, который переживал Божие благословения. Но в то же самое время это был человек, который всю жизнь боролся с Богом. И вот эта картина для каждого из нас. Можно быть в церкви, при этом давать десятину, посещать богослужения, ходить на домашнюю группу, но реально все, что ты делаешь всю свою жизнь, это борешься с Богом. Потому что ты можешь говорить о Боге, но реально не уповать на Него. Ты можешь много знать о Боге, но реально не знать Его лично. Ты можешь с радостью говорить о Божьих благословениях, но достигать их своими силами, своими путями, своими средствами. быть верующим, но при этом бороться с Богом. Яков был таким. Всю жизнь боролся с Богом. и он боролся с Богом успешно. Он Бога одолевал. Вот эти слова, смотрите, 25 стих, «И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова». Вот это место, где часто богословы не знают, что сказать, как это. Бог увидел, что не одолевает человека, коснулся бедра его, повредил состав бедра. Как это? Я даже читал толкование, что некоторые говорят, тут, наверное, имеется в виду, что увидев, что не одолевает, что это Яков увидел, что он Бога не одолевает, а потом Бог коснулся его. То есть пытаются как-то по-сложному это все истолковать, чтобы привести эту историю в нашу систему, каким-то образом но это Бог его не мог одолеть. Бог его не мог одолеть. Как часто Бог не может одолеть нас. Почему? Да мы часто противимся ему всю жизнь, все делаем по-своему, все делаем только как мы считаем правильным. Мы можем много о нем говорить, можем проповедовать, так красиво иметь какую-то свою систему разных религиозных взглядов и убеждений, но в реальности, в нашей жизни просто бороться с ним. Эта картина, как вы знаете, наш эгоизм, наше эго, наше я, как у Якова, его эгоизм боролась с Богом. И тут получается удивительный парадокс, когда мы боремся с Богом и когда наш эгоизм побеждает Бога, тогда в реальности мы проигрываем, хотя может быть кажется, что внешне все хорошо. И наоборот, когда мы сдаемся и проигрываем Богу, когда Бог побеждает наш эгоизм, наше вот это Я, нашу гордость, наши попытки все сделать по-нашему, как вот мы хотим, только так. Вот когда наш эгоизм проигрывает, а Бог побеждает, тогда по-настоящему мы в победе, потому что наша победа не в нашем эгоизме, а именно в Боге. Но наш плотский разум этого не понимает, и он все время пытается что-то противостать Богу. И вот эта борьба в той или иной степени, она происходит в каждом из нас. Вот это борьба с Богом. Как бы мы тут красиво не пели, как бы мы красиво руки не тянули, там какие бы мы красивые слова не говорили, но у каждого из нас есть эта борьба внутри, когда ты борешься с Богом, и ты побеждаешь его, и он не может тебя никак одолеть, потому что ты все время настаиваешь на своем. Причем, знаете, наш эгоизм может рядиться даже в религиозные одежды. немало есть эгоизма в религиозных одеждах, где вроде бы много красивых слов, но за этим стоит обычная гордость. И вот смотрите, эта борьба длилась всю ночь, а закончилась только с рассветом. И точно так же у нас, если ты хочешь видеть рассвет, тебе необходимо сдаться. И мы видим в этой истории, смотрите, Бог коснулся состава бедра его. Бог коснулся состава бедра его. Бедро это как символ человеческой верности, крепости. Там даже в древнем мире был такой обычай, клялись, коснувшись бедра. Вот мы видим, там Авраам призвал поклясться слугу, коснувшись бедра. То есть это такой был обычай. Наша человеческая сила, наше человеческое упование. И вот смотрите, Бог словно бьет Якова по бедру, по его человеческой силе, по его упованию. Мы с вами говорили, что Яков всю жизнь бегал от проблем. Беги, Яков, беги. Из этой битвы он вышел хромым. Он уже никуда не мог убежать. Он уже передвигался медленно. Все, что хотел Яков, даже когда он молился в начале, он хотел, чтобы просто Бог ему помогал. А Бог хотел что-то большего, чтобы Яков знал Бога. Вот смотрите, даже вот та молитва, которой Яков молится перед этой ночью, смотрите, вот это Бытие 32 глава, 9 стих. Вот Яков молится еще до схватки. О чем он просит? Боже, отца моего Авраама, Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю Твою, на родину Твою, я буду благотворить Тебе, недостоин я всех милости и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исаава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить Тебе, сделаю потомство Твое, как песок морской, которое не исчислить от множества. Видите, это часто все наши христианские молитвы. Боже, помоги, Боже, благослови, вот, ты знаешь, Господь, тот хочет там мне зла, этот хочет меня убить, Бог защити, ведь Ты обещал, Господь, Ты же обещал, что я там голова, а не хвост, я первый, а не последний, я Твое дитя, тот, кто во мне, больше того, кто в этом мире, давай, Господь, помогай, давай, Господь, он все время решал проблемы, он все время решал проблемы, ему нужно было просто вот, чтобы сейчас была проблема с Исавом, он понял, что Исав не шутит, 400 человек с ним идут, он никак, все, добегался, все уже, а Бог ему показал, Яков, у тебя проблема не с Исавом, у тебя проблема прежде всего с самим собой, вот у тебя где проблемы, мы приходим в церковь, у нас так проблемы, ой, на работе пастор проблемы, вот когда люди приходят, каждую неделю я получаю много молитвенных просьб, я не помню, чтобы мне кто-то написал, пастор, помоги, у меня проблемы с самим собой, нет, проблемы со здоровьем, проблемы с детьми, проблемы с мужем или женой, проблемы на работе, проблемы с деньгами, пастор, помоли, что Бог дал мне решить эту проблему, и мы все решаем какие-то проблемы, мы все преодолеваем какие-то сложности, и Яков какое-то время и пытался это делать. Он преодолевал сложности. Как? С помощью своих ног. Бегал. Бегал от проблем, бегал от трудностей, бегал от неприятностей. Причем, смотрите, он довольно успешно бегал. Получил немало. Вот у него есть семья, дети здесь, рабыни, рабы. Мне даже трудно представить человека, имеющего рабов и рабынь. Здорово просто устроился. Все делает ему там. Скот у него, сколько он только брату своему послал в дар. Можно представить, сколько у него все было. Ну что скажем? Успешный человек! Жизнь удалась! Одна маленькая неприятность, Исав, ее разрешить. И вообще круто все, а? А для Бога было не круто, потому что он говорит, слушай, ну долго ли ты будешь просто с моей помощью решать свои проблемы? Вот это все, что ли? Вот вся твоя вера? Вот это все, что ты имеешь? Ой, Боже, помоги мне, чтобы Исав меня не убил. Да ты сам себя убиваешь. Ты! Это главная твоя проблема. Вот это ты, которая регулярно борется с Богом и одолевает его. Ты скажешь, как одолевает? Да впрямую! Без всяких иносказаний. Просто одолевает. Одолевает Господа. И что происходит во время этой ночи? Бог вот как раз бьет тебя по твоей опоре, который помогал тебе бегать, быть успешным, достигать. Он бьет по твоей человеческой силе, по твоему человеческому основанию. И эти удары могут быть разными. И мы часто додумаем, что это нас бьет дьявол. Вот заметьте, даже в этой истории вначале написано «И некто боролся с ним». И мы думаем, если некто борется с нами, это точно дьявол, потому что Бог за нас. Но чаще всего этим некто бывает именно Бог. Именно Бог. Потому что в Его власти все, что происходит на земле, даже силы тьмы, вы понимаете. Это трудно представить, но так. Я одну историю слышал про одного атеиста, который прочитал где-то рассказ христианки, у которой были большие сложности. Там у них была семья, и у них буквально нечего было кушать. И этот атеист решил, он был богатым, и он решил над ней посмеяться. И он отправил своих служащих, отправил в магазины, и купили много-много-много продуктов, много-много еды всякой. И он сказал, пожалуйста, возьмите всю эту еду и отнесите этой нуждающейся женщине по такому-то адресу. И он начал так поиздеваться. И когда она вас спросит, от кого это, скажите ей, от дьявола. Типа вот, она на Бога уповает, дьявол это. Вот. Ну, они сделали, закупили продукты, пошли к ней, все передали, она видела, изумилась, говорит, ой, спасибо, 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 спасибо. И тут человек, который ей это все передал, говорит, вы даже не хотите знать, от кого это? Она говорит, да для меня небольшое это не имеет значения, потому что, когда Бог дает, он даже дьявола может использовать. Вы понимаете, вот мы часто думаем, вот дьявол, дьявол, за всем стоит он, за каждой твоей проблемой. Скажешь, ну там точно дьявол, может быть дьявол, но если бы Бог не хотел, его бы там не было. Скажешь, а зачем Бог хочет, чтобы дьявол тут на меня атаковал? Да потому что, значит, по-другому до тебя не достучаться. И он посылает некто. Но знай, что когда у тебя возникают проблемы с некто, тебе нужно решать все с ним. С ним все решается. О, там знаешь, как надо днями и ночами дьявола гоняют. С ним решай проблему. Решай с ним проблему. У некоторых христиан, мне кажется, большая часть молитвенной жизни это взаимоотношения с дьяволом. Они все время что-то ему говорят, что-то ему пригрозят, его гоняют куда-то. Ну, не все. Как бы им это интересно. За всем стоит он. За всем стоит Господь. И вот посмотрите. Пророк Осия в 12 главе вот эту историю описывает. Смотрите, что он говорит. Осия, 12 глава, 2 стих. Здесь вначале про Иуду пишет, а потом смотрите. Он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его то, о чем мы говорили с вами в прошлое воскресенье. В жизни Иакова очень ясно виден Божий принцип сеяния и жатвы. Бог воздавал ему по делам его. Дальше. Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Вначале он был в свадке с братом, но в конце концов он оказался в свадке с кем? С Богом. Ты думаешь, у тебя есть с людьми проблемы? Он боролся с ангелом и превозмог. Вот, чтобы не было вопросов, там, кто кого превозмог, здесь четко Осия пишет. Он боролся и превозмог. Слушай, какой молодец. Не молодец на самом деле. Смотрите, странное поведение для того, кто превозмог. Плакал и умолял его. Странно. Победитель плачет и умоляет у побежденного. И дальше, смотрите, очень интересно. Осия пишет. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами. И здесь вспоминается вот та история, которая была 20 лет назад, когда он еще только шел из своего дома к Лавану и там, помните, он уснул, положил камень под голову и ему приснилась лестница. Помните? Лестница, которая краем касалась земли, а другим краем небесы. Ангелы спускались и поднимались и Бог был на вершине этой лестницы. И он говорил к Якову. И здесь, смотрите, пророк Осия пишет, но не о Якове. Вот пишет про Якова, про Якова. И вдруг, смотрите, в Вифиле, вот это место, Вифиль, где была эта лестница, да? В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами. Ведь именно там, в Вифиле, Бог впервые открылся Якову. Там, в Вифиле, Бог лично говорил к нему. Это мы читаем первый раз, когда Яков лично слышал Господа. То есть, посмотрите, драгоценные, можно переживать Божье присутствие, можно даже переживать Божье откровение, но при этом продолжать бороться с Богом. И пророк Осия четко показывает, смотрите, весь вывод из всей этой истории. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами. А Господь есть Бог, Саваоф, сущий имя Его. Вот смотрите, шестой стих. Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд и уповай на Бога твоего всегда. главная проблема Якова это было не брат, не обманщик дядя Лаван, не множество сложностей, которых он переживал в жизни. Все это было из-за одного. Хотя он был верующим, хотя у Бога были планы для него и призвания, и даже он имел какие-то откровения, духовное видение. Он боролся с Богом. Поэтому Осия говорит, обратись и ты. Эта ночь была в реальности ночью обращения Якова к Богу. Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд и уповай на Бога твоего всегда. Там изменилось его даже имя. Поэтому мы заканчиваем сегодня цикл проповеди, хотя жизнь Якова продолжилась, но там уже это была не жизнь Якова, а уже жизнь Израиля была. Это уже была немного другая история. Но что было финалом именно у Якова? Вот именно это обращение к Богу, когда он понял, самое главное, что он может сделать в твоей жизни, сдаться перед ним, когда твое Я проигрывает, твой эгоизм сдается, он приходит и он побеждает. И многие внешние проблемы решатся только тогда, когда решится твоя внутренняя проблема с Богом. Потому что после этой ночи, когда на заре Яков, которого уже звали Израиль, хромая, вышел и встретился со своим братом Исавом, они упали в объятия друг друга. Внешние проблемы решились и кажется сами собой, но на самом деле не сами собой, был решен корень. Корень это бегство Якова, не просто от сложности, от проблем, от Бога бегство. Попытки везде все утверждать своим я, своим эгоизмом, своими силами. Жизнь верующего, которая реально независима от Бога. К сожалению, такая картина очень сегодня распространенная. И каждый из нас, он должен войти вот в эту ночь, ночь, когда ты понимаешь, дальше нет смысла бороться с Ним, нужно просто сдаться и обратиться к Нему. Нет смысла одолевать Его, потому что чем больше ты Его одолеваешь, тем больше ты проигрываешь. Но когда ты сдаешься Ему, тогда ты выигрываешь и побеждаешь. Субтитры